О таком продолжительном лыжном сезоне в свое время рязанские любители спорта могли только мечтать. Особенности расположения комплекса «Алмаз» позволяют открыть трассу в ноябре и поддерживать ее вплоть до апреля. С момента открытия комплекса здесь сложилась профессиональная команда. В распоряжении специализированная техника, ретраки, снеговые пушки готовят трассы регулярно. Сейчас уже начал апреля, а у нас трассы в прекрасном состоянии, конечно, не те 10-15 километров, которые мы готовим, но круг в 2,5 километра. На сегодняшний день он в хорошем состоянии, можно тренироваться на гоночных лыжах, на хорошем инвентаре использовать, не боясь его повредить, потому что подушка на сегодняшний день составляет от 30 до 40 сантиметров. В этом сезоне зима была особенно снежной и соревновательно насыщенной. В декабре на «Алмазе» провели соревнование «Мастерс» по биатлону. В январе – марафон. В нем приняли участие почти 200 спортсменов из разных городов ЦФО. 15 регионов бежали «Мастстарт». Несмотря на ковидные ограничения, а заявляли только тех, кто старше 18-ти, представительной получилась и традиционная лыжня России. Полторы тысячи человек соревновались на дистанциях 5 и 10 километров. Здесь же на базе комплекса состоялось открытое первенство области по пневматическому биатлону среди юниоров Рязани, Владимира, Московской области. Особой пикантности лыжному сезону добавила и ночная гонка. На дистанцию вышли 80 человек. 26 марта в субботу мы проводили ночную гонку. Честно сказать, накануне, в пятницу, я запереживал из-за того, что начался дождь. Моросил практически весь день. Был очень сильный ветер. Начало откисать. Я думаю, ну, наверное, все. Сейчас трасса чуть-чуть поплывет. Думаю, придется сейчас верхний слой немножко отвалом ретрака сгребать, убирать в сторону. До шести часов мы эту картину наблюдали. Но вот начиная с восемнадцати часов, когда мы уже трассы для катающихся закрыли для подготовки, посмотрю, начало уже чуть-чуть прихватывать. Спортсмены из спортшколы «Алмаз» в этом сезоне участвовали в высокогорных сборах в Сочи на Лауре. И первый серьезный старт чемпионат России в Тюмени оправдал эту стратегию. Дмитрий Мысев завоевал бронзу. Юноша – вообще гордость школы. Юрий Харлин и Олег Юношев зашли на пьедестал на первенстве России. Девушки, впрочем, не отстают. Софья Протокал получила звание мастера спорта. Еще на одного мастера спорта больше в «Алмазе» стало в марте. Из Ханты-Мансийска с первенства России в хорошем настроении вернулся Алексей Адров. Сын Виталия Адрова и продолжатель семейной традиции. Не выдержал. Полетел просто туда посмотреть. Два штрафа было. На третьем, на четвертом рубеже по одному промаху он допустил. Сначала шел, боролся за топ-3, боролся за подиум. Но вот в конце, на последнем круге немножко не хватило. Четвертое место попадание в цветы, попадание в цветочную церемонию и норматив мастера спорта на этих соревнованиях. Команда в составе Софии Георгиевой, Олега Юношева и Юрия Харлина на этой неделе вернулась из Петропавловска, Камчатска с призами. В пятницу 8 апреля тренерский совет поставил новые цели и задачи на предстоящий сезон, который по всем прикидкам должен стать еще успешнее. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».